Доброго трямса, друзья! С вами Грини и на канале у нас снова Project Zomboid. На самом деле серия будет не очень продолжительная, просто я хочу рассказать о том, что я делаю, чем я занимаюсь, почему так долго нету серии. Все очень просто. Для дальнейшего строительства нам требуется очень много ресурсов, плюс у нас сейчас скоро придет зима, и я решил обеспечить себя различными продуктами питания. В общем, бегаю по домам, я вернулся в наш самый первый дом, в котором мы когда-то начинали с вами, и сделал такую опорную базу. Сюда я сволакиваю всякую вот эту вот консервированную еду, я сюда влаку всякие вот такие вот ресурсы, которые нам могут пригодиться. Кстати, я не знаю, бак или не бак, но вот я тут зашел в соседний дом и нашел там 11 коробок гвоздей. В общем, вообще дичь какая-то. Так, а у нас тут еще и дождик, ладно. Ладно, пойдемте посмотрим, да чтоб тебя перекосило, что-то меня так пугаешь-то. Я после всяких School Academy уже совсем забыл, что здесь могут подкрадываться всякие уроды. Так, в этом доме я не помню. Ну, судя по всему, я отсюда, видимо, не все вынес по-любому. Или этот козел сюда забрался уже после. А, нет, кажется, все вынес. Видимо, да. Я уже начинаю забывать, что я тут делал, что не делал, потому что в последние дни я записывал совершенно другие игры. И как-то совсем отвык от Зомбойда. Так, куда ты так целенаправленно идешь, барышня? В общем, серия такая будет просто бегательная, наверное. И... Прикольное название, бегательное. И у меня было такое предложение, я вот думал, но не знаю пока, будет ли это, скажем так, востребовано, да? То есть помните, да, что я записывал, допустим, Colony Survival именно в режиме строительства. Здесь тоже очень много подготовки серий. И мне, честно говоря, вот, ну, просто, ну, не то что впадло, но мне жалко, да, столько времени убивать на, фактически, прокачку вне серии. И не делать ничего, ну, не записывать ничего по этой игре. Потому что, ну, не могу я по ней ничего записать. Я не могу ничего строить, потому что нужно очень много различных объектов. Много различных ресурсов, чтобы построить что-то действительно интересное. Надо много чего прокачать. Мы, допустим, вот, я уже запарился качать электрику. Вот, откровенно запарился. Я думаю, может быть, стоит провести стримчанский по ней. И просто-просто побегать вот так вот, почистить всякие домики. Но не знаю, насколько это будет вообще вам интересно. Потому что делать стрим ради, там, 20 человек... Не, я, конечно, уважаю всех своих подписчиков и люблю вас очень сильно. Но тратить очень много времени тоже в никуда и получать стрим, на котором никого нету, тоже как-то не хочется. И в последнее время мне очень сильно везет на сигнализации. Я надеюсь, что сейчас в этом доме она не сработает. Потому что если сработает, будет обида. Так, 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 радиоприемник. Ну, в принципе, да, почему бы и нет на, собственно, в книжном шкафу радиоприемнику самое место. Собрал я для нашей медицинской лаборатории некоторые детальки. Но пока еще не все. И до сих пор умудряюсь находить каким-то образом различные книжечки, которые я еще не читал. Это просто нонсенс какой-то. Вроде бы уже практически все рецепты изучил, но нет. Что-то, что-то где-то у нас остается. Так, кулинария, фермерство. Кстати, а что у нас там по кулинарии-то? Я уже опять забыл, какие у нас книжки есть, какие у нас книжек нету. Так, кстати, сколько зомби-то я убил? 1206. Рекорд там у нас значительно больше. Да, я тут опять умудрился упасть. Распорол себе ногу и пришлось даже ее зашивать. Прикиньте, такая беда-беда огорчения. Так, кулинария, значит, первый том есть, второй есть, третий прочитан. Значит, третий том нам точно не нужен. Может быть, четвертый и пятый нам и пригодятся. И собирательство. Вот самое главное, вспомнил я, что нам нужно. Нам нужно обязательно найти собирательство. Какой? Четвертый том, потому что его у меня на базе нету. Но сомневаюсь, что он есть здесь. Так, вот всякие вот эти вот приправы мы берем. Надо темными зимними вечерами заняться готовкой. Кстати, интересно, вот, стоит ли посвящать отдельную серию приготовлению еды? Вот, бухалово точно. Кто-то там хотел бухлострим, вот, наберем вискаря, напьемся и умрем. Отличная, по-моему, идея. Так, собачий корм давайте тоже забираем. Так, и я уже перегрузился. А, я перегрузился всякими лампочками, передатчиками, приемниками, алюминием. Господи, блин, все для того, чтобы сдавать все это безобразие и зарабатывать деньги, да, на металлоломе. О, белый шоколад. Давайте-ка мы его полностью съедим. А, у меня еще тут самок Берри есть. Самка Берри. Давайте ее тоже одну приговорим. Что у нас там? Сытно поел. Наелся вдоволь, вообще отлично. Ну, вроде бы у нас нет никаких проблем с лишним весом. 78 килограмм я вешу, чтобы я в жизни так весил, блин. Мне бы это, наверное, даже устроило. А то 85, это как-то небольшой перебор, по-моему. Консервированные бобы. Это чтобы отпугивать зомби запахом и треском по ночам. Так, что тут у нас еще интересного есть? Пачка семян редиса. Ну, сажать я не уверен, что мы доживем до следующего года. Поэтому я даже не знаю, понадобятся ли нам еще семена какие-то. Нам сейчас нужны различные консервы. Да и вообще разная еда. Кстати, все, по-моему, пора нам возвращаться на базу. Пора-пора. Пойдемте скидывать... Так. Скидывать зомбарей. Слава богу, что здесь пока не надо избавляться от трупов. Иначе-то я, наверное, вообще офонарил. У меня тут буквально весь город им завален. Прикиньте, 1200 трупов переработать. Чтобы они не пахли и не вызывали тошнотворное ощущение у нашего протагониста. Это же просто шибануться. Все, давайте мы все это дело сейчас пораскидываем здесь. Нифига себе блокнотики по полкилограмма. Блин, да это полноценные тома Войны и Мира, по-моему, получаются. Они, те самые, не блокнотики пустые. И я с собой, видите, таскаю еще поларшус и поларпант. Ну, давайте, кстати, мы их пока скинем на втором этаже, где я пока временно ночую. Вот в этот шкафчик, допустим. Вот это все вот говно давайте мы перекинем в соседний шкаф. И туда мы сейчас положим нашу теплую одежду. Потому что я тут как-то проснулся, мне вообще реально не согреться было. А сейчас днем жарко. Не хватает, на самом деле, термометра какого-нибудь такого переносного, вот как часы, допустим. Чтобы понимать вообще, какая температура на улице. Так, и можно еще, кстати, отдохнуть немножко. Превосходно. Чуть-чуть еще дораскидать и можно идти дальше. Все, готовченко. Ну что, пошли еще прогуляемся по этой улице. В принципе, еще очень многого я тут не видел. Да, е-мое. Ну тебя-то я видел. Вы все какие-то сильно, сука, одинаковые. Так, вот в этом доме я был вообще или не был? По-моему, я там был только что. Ну, я не был... А, во, подождите, вот эту комнатку я ее не проверял. Тут никого нету. Нет, тут никого нету. Че интересного? Да, ничего, кроме радиоприемника. Вещь, конечно, полезная, но бесполезная. Так, что у нас по навыкам электроники? Значит, по электронике у нас 85,3. Господи, слушайте, я буду три года качаться. На чем вообще электронику-то лучше качать, кто-нибудь не может сказать? Нам нужен шестой уровень электроники. Я думаю, что на строительстве чего-то и, ну, на разборе радио, понимаете, можно накачать первый-второй уровень. Дальше это уже жесть. Книжный магазин я изучил. Собирательства там нету. Собирательства нам тоже обязательно надо прокачивать, но без книжки это делать уже, ну, мягко говоря, извращение. То есть очень-очень долго получится все это. Не один час придется потратить на эту самую прокачку. Мне советовали взять дробовик, устроить тут вообще вакханалию в стиле зомбилэнда. Можно, в принципе, поразвлекаться, но я боюсь, что на этом у нас точно закончится наш сезон прохождения. А все-таки я надеюсь, что мы продолжим. Еще очень много из гидрокрафта, что мы не построили. И мы еще не перезимовали зиму. Только лето пока перезимовали. Так, таймер. Нет, крафт хелп. Это пам-пам-пам-пам. Да тут больше ничего интересного для нас нету. И надо добыть кучу камня, конечно. Еще четыре палета надо добыть. Я даже не представляю, сколько надо в шахте сидеть дней, чтобы это у нас получилось. Я думаю, может быть, во время стрима мы это можем сделать вполне себе. За разговорами, за разговорами вполне нормально там полчасика реального времени покопать, посортировать. Самая большая проблема, это на самом деле... Твою мать, это зомби! Хуй ты, блин! Прошу прощения, но вот кто мне говорит, что у меня наигранные эмоции... Вот сейчас у меня волосы на руках дыбом стали. Я, блин... И не только на руках, блин. Он очень тактично верно... Тактически верно спрятался за дверью. Прямо как вот в лучших фильмах Ромеро. То есть хорошо хоть он оказался тупой и не цепанул меня сразу за руку. Так, вот ручные пылесосы вроде бы дают неплохой прирост к прокачке навыка. Но вот все вот это вот безобразие мы все это скидываем нафиг. Вот только электронные запчасти мы оставляем, потому что они нужны для ремонта генератора. Все остальное в топку. Все остальное мне не нужно. И я все еще надеюсь найти какой... О, подождите. Полар джекет. Вот это надо, кстати, взять, потому что мне даже, собственно, штаны теплые и обувь теплая не помогали. Нужен обязательно еще и верх теплый. Так, туфли, трикососк. О, соска! Соску, соску. Сосок мы любим. Но не таких. Большой электромотор. Давай, полежи в шкафу. Ты нам сейчас здесь не пригодишься. И прочие электронные компоненты пускай тебе составят компанию. Еще и стальная труба. Ну ладно, стальную трубу давайте заберем. Вещь бывает очень нужная во многих крафтах. Книжечки тоже. Книжечки, журнальчики собираем. Металлообработка так это нам не надо. Собирательство. Да что ж такое? Ну почему том 2-то? Ну ешкин ты морковкин. Ну дайте мне, пожалуйста, четвертый-то. Мне надо собирательство дальше прокачивать. Давайте на юг пойдем. На юхе мы еще не были. Хотя, по-моему, здесь вообще конец города уже. Что-то у меня такое смутное подозрение. Да, по-моему, мы сейчас такими темпами... А, вот смотрите, здесь что-то еще есть. Какой-то здесь еще дом есть. Здесь мы еще точно не были. Давайте пойдем посмотрим. Да, не хватает здесь, конечно, каких-нибудь неписей, с которыми можно пообщаться. Какие-нибудь квесты у них повыполнять. Было бы, наверное, зачетно и прикольно. Так, по-моему, здесь уже кто-то был. Сейчас так фигакс, и в сингле тут какой-нибудь игрок такой подходит. Грини, а что ты здесь делаешь вообще? И мне так хрязь по башке чем-нибудь. Вообще, на самом деле, вот в мультиплеере более очково играть. В том плане, что ты не знаешь, что ждать. Ты не можешь просто взять и остановиться где-то на месте. Потому что в любой момент тебе может кто-то подойти и устроить тебе капец полный. Здесь же с этим проблем... Ох ты, какая планировка зачетная. Это был явно элитный дом. Но в нем даже простой двери теперь нету. Все это мы забираем. Карандр. Нифига себе, я таких даже и не слышал. Так, опять пусто. Черт, я надеюсь, что это не какой-нибудь баг. Потому что периодически мне попадаются абсолютно пустые дома. Блин, у меня такое ощущение, что здесь какой-то баг закрался. Если в соседнем доме все тоже будет пусто, то, наверное, надо будет мне перезагружаться. Ну, не может быть такого, чтобы в доме вообще не было никаких предметов. Ну, хоть что-то-то. Я не знаю, там... Крысиные фекалии в шкафчиках. Как знак неуважения к тому, что в доме жрать нечего. Хотя, с другой стороны, если в доме жрать нечего, откуда взять... Мать твою, блин! Вот я так и знал. Я так и знал. И смотрите, сейчас... Сейчас здесь откуда ни возьмись возьмутся зомби. Хотя здесь их вообще нету. А может и не возьмутся. Смотрите, реально пустота. Пустота. По-моему, охрененно плохая идея стоять посреди поля и... Смотри. Хотя я сейчас работаю мигалкой, по ходу дела, да? Вот если бы сейчас это было в красно-синим цвете, то я бы был бы синим ведерком. Нет, красно-синим был бы. Интересно, прибежали туда какие-нибудь зомбари или не прибежали? В общем, вот вы спрашиваете, почему нету зомбойда. Вот потому что... О, прибежали, смотрите. Потому что вот этим я и занимаюсь последние дни, когда играю. Это, согласитесь, довольно-таки грустное занятие. Кстати, что-то у меня с мышкой, по-моему, не то явно случилось. Какой-то странный курсорчик у нас. Хотя, может, и не странный. Может, меня просто глючат после других игр. Вообще, конечно, когда ты играешь одновременно в кучу игр... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, а из-за канала мы вынуждены играть во многое количество игр. О, подождите, у вас же здесь не было. Алло. Так, нет, мне-не-не, сварочную маску не надо выкидывать. Вот это выкини. А посоха... Посох есть. Взять в обе руки. Сейчас устроим массакру. Так, главное не стоять, главное не стоять. Так, ребята, ребята, по одному По одному, сукины дети, в очередь В очередь, я сказал, сукины дети Всем лежать Гринснас в действии Идем на рекорд Сколько у нас? 1300 Я не помню, напомните, сколько у нас тогда было Когда мы первый сезон такой более-менее удачный Завершили не очень удачно По-моему, 1300 с копейками Было зомби Сейчас, я думаю, что мы уже подходим К той же самой циферке И такими темпами С этими долбанными факинг Сигнализациями мы эту циферку Ай-яй-яй Нифига ты прыткий, а? Ты что, был чемпионом мира побега До того, как тебя догнали? Ну, видимо, не был чемпионом мира Иначе бы не догнали Хотя, с другой стороны, тут много всяких хитрозадых уродов Которые подкрадываются из-за угла Или стоят где-нибудь за дверью И ждут, пока ты Туда залезешь, чтобы цапнуть тебя за руку И никаких шансов у тебя особых нету Ух ты, ё-моё Как ты эротичный идёшь Вот это называется походка от бедра Но Не дайну вас лесом Я уже спать хочу вообще Надо возвращаться на базу Нет-нет-нет-нет-нет, ребята Ребятушки Слушайте, я, конечно Хочу пойти на рекорд Но желательно ещё и стать Живым рекордсменом Чем мне нравится посох Тем, что он, может, позволяет Офигачить сразу несколько целей Это полезно бывает Офигеть Это просто офигеть Ну, по-моему, на зомби-убийство недели Это не тянет Спокойной ночи, дамочка Ну, досмотрю я этот домик Или не досмотрю Ой, не, не досмотрю Походу дела Надо Надо сюда сваливать Мне кажется Так, с этим разобрались Тут ещё Двое Двое, да Трое Да прилягтый Ложитесь кучненько Чтобы можно было бить вас Одновременно Так, ну, домик досматривать реально стрёмно Потому что надо сначала зачистить его со всех сторон Лопаньки Чувак, это угол Это... Дождите, как я его через забор хреначил Да ё-моё Ты чё будешь от меня убегать постоянно? Ты же меня вроде сожрать хотела, дамочка Это было не полит... Не политкорректно В какой двери? В левой или в правой? Какую шкатулку выбираете? Понятно В правой явно есть приз Нам бы отдохнуть, честно говоря Так, окей Вроде бы мы разобрались со всеми делами Но надо нам идти на базу Потому что уже что-то стало вечереть Что-то стало охолодать Не пора ли нам поддать? Пойдёмте по той же дороге По которой мы шли Пора, пора на боковую А укреплённое здание у меня именно то Я там зашил все окна Я там, что ещё? Даже, по-моему, с двух сторон некоторые окна зашил Чтобы уж наверняка Чтоб нас точно не сожрали И надо нам, наверное, немножечко перекусить Где самка Берри? Давайте штучку съедим Да, 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 да Всё, идём Так, всё, идём Не получилось Всё-таки два деда нас тут ждали На завалинке с семками Где наповорачивать? Кто-нибудь помнит? Я опять всё забыл А, всё, вот наша улица Вот эта улица Вот этот дом Вот этот зомби гниёт под окном Спокойной ночи, дядечка На этой улице Моя территория Территория Банды Грини Ну что, я думаю, что сейчас я здесь Займусь разгребательством того, что мы принесли И на этом я буду заканчивать Серия получилась совсем коротенькая Прошу прощения Как я уже говорил Никакого конкретного строительства Я делать сейчас не могу У меня был проект построить домик на озере Но потом я так прикинул Это таскать на это озеро Все материалы, которые мы накопили А что делать с теми предметами Которые я заанкорил Поэтому, возможно, что домик на озере Скорее всего, мы будем делать тогда Когда выйдет сороковой билд В котором будут машины Вот тогда мы будем и домик на озере делать И перемещаться там еще куда-то По другим городам кататься В поисках рюкзаков Ну а пока Ответьте, пожалуйста, на вопрос Интересен ли будет стрим Вот такого плана Где мы будем просто бегать, смотреть Будем искать какие-то ресурсы Не более того То есть без массакры Без какого-то там бешеного экшена Просто такой подготовительный стрим для серий Если интересен, то пишите обязательно в комментариях Также оставляйте Нажимайте лайк Нажимайте обязательно на колокольчик Потому что у меня такое ощущение Что YouTube сбросил все вот эти вот данные по колокольчикам Потому что людям не приходит извещение о видео Мне уже жалуются И не один раз жаловались Как-то так YouTube постоянно что-то меняет И за это отдуваются зрители и авторы Также заходите ко мне в группу ВКонтакте На стримы Ну а с вами был Гринни Всего доброго Всем пока И удачного выживания